Моё мнение. Я многодетная мать, у меня трое детей, и двое из них школьники, а один пойдёт в этот год в первый класс. Реклама, конечно, ущербная. Образование у нас сейчас не ищут свои дети, я из Советского Союза, я помню, как мы учились тогда, и сейчас сравнивают то, что конкурчество наших дети, небо и землян. Все стоит начинать сначала. Тогда в Советском Союзе мы поступали, насколько я понял, там мои старшие братья, поступали в институты без подготовки. То есть не надо было, как сейчас, первого класса нанимать репетиторов и заниматься. Вот это всё, что ввели те же самые учебники, тетради рабочие, призванные якобы облегчить ношу нашим детям. На самом деле это великобратно. Учебники очень тяжёлые, тетради очень много, и всё это будет в какой-то бешеной массе. Затраты родителей увеличились просто в разы, потому что всё это надо покупать, не зря на то, что всё должно выдаваться бесплатно. Всё это мы покупаем. Грамотность у детей страдает. Пишут они, как курят, курят салаты. Все, наверное, убедились, ужасно пишут, потому что у нас как, у нас готовые тетради, вот, и просто надо вписать цифрики, буковки. А уже с первого класса бедные дети просто целыми днями и до поздней ночи по отзывам. Остальных родителей сидят и занимаются с первого класса, в десять в одиннадцать вечера. Сидят и занимаются, и учат, и вот это всё. Разные системы образования, разные, вернее, программы. По математике, по русскому языку. Каждой программе нужно покупать свой учебник. Это всё деньги. Это всё немаленькие деньги, и всё из нашего кармана, и получается, что всё очень печально. Что ещё? Ну, вообще, сам процесс очень-очень неправильный. Электронные доски, которые были призваны для того, чтобы облегчить, опять же, работу детям, как продукцию, как продукцию, улучшают здоровье наших детей. Потому что вот эта электронная доска, которая висит перед нами, она настроена... Её невозможно построить под тем детей одинаково. Кто-то сидит ближе, кто-то дальше, и в итоге у детей и время страдает, и всё такое. Вот, поэтому однозначно нужно со специалистами... А, ещё отдельные темы, как считают коровские танцы, и как считают незадачники, чего стоят. А не кто-то ходит по этой теме. Однозначно нужно менять, нужно возвращать, приближать хотя бы к советскому образованию. Хотя бы, ну, опять же, должны решать специалисты. Я высказываю только своё мнение, как у мамы, как сама училась в этой школе. Я закончила школу без... Часть я училась в Советском Союзе. Без недели и четвёртых. У меня были одни и пятёрки. А заложили мне это образование в Советском Союзе. Отлично. 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 Один. Смешно. Два. Два. Кто бы сомневался. Это все равно, потому что я профессор, доктор технической науки. Мне очень важно. Потому что я вижу, вот, через месяц операции, после этого, 50 лет отсутствия, я смотрю, мои внучки, мои сыновей, как будто они с другой не были. Ничего не знаю. Дети ничего. Внук. Он говорит, папа, ты мне оплатишь евро. Платишь 300 рублей в месяц. Зачем я пойду в институт? Мне хватит на жиль. Поэтому я смотрю, много, много ребят в университете, где я был там и бывал в Мексике, они говорят, мы бежим, мы быстро кончаем отсюда, кончаем урок, и идут работать. Работать. Хотя деть. Все другое. Даже общежитый стал дымить. А я помню, в Советском Союзе, когда я приехал сюда, все было хорошо, все было, как было в Африке. Все было отлично. Даже любой человек на улице. Разговариваешь о Африке, Азии, Латинской Америке, они знают. Отвечают вопрос. Поэтому моя программа, если меня выберут, у меня программа, чтобы инвестировать в гражданин, в российские граждане. Что такое инвестировать? Значит, с момента его рождения, до 20 лет, когда он должен иметь карточку, вот это, гривенную карточку, которую страна, правительство дает на 5 месяцев отрад. И все его расходят. И тогда он будет работать 40 лет, 50 лет на службу родственников. А Россия богатая, может позволить себе, как даже маленькая страна, называется Катар, на Ближнем Востоке, или Абудабе, или Дубай, они все дадят смерть, когда его несут, бесплатно. А надо же взорваться, чтобы мы обратили внимание на россиян, на гражданин. Если инвестировать в гражданин, значит Россия будет великая. Россия первая, великая Россия. Вот, я думаю, всякий надо быть. Моя программа, я надеюсь, что будет с собой. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, друзья, я обсуждаю, естественно, так же, как Владимир, как отец двоих детей, школьников. То, что я вижу, не нарезается вообще на голову, потому что раньше, ведь вы вспомните, каждое поколение раньше было чуть нечуть образованным, чуть более грамотнее, чем предыдущие. Это был прогресс. Что мы сейчас наблюдаем в результате вот того, черти чего, который у нас назывался реформа образования, регресс. ЕГЭ и ОГЭ ведет к одебелячиванию детей. ЕГЭ и ОГЭ не развивает у детей критического мышления. Это же самое важное. Наших детей превращают в бездумных роботов, которые будут выполнять формулярчики. Но не будут думать, почему. И поэтому, если негодяи, хотят сейчас максимально детей перевести на дистанцию. Электронно, все электронно. Электронные учителя, электронные дневники, электронное общение. Дети для чего вообще в школу уходят? Вот спросите у любого ребенка. Да, за знания. В первую очередь, это общение со сверстниками. У нас создают, у нас реформа образования ведет к тому, что дети наши становятся несамостоятельными и резко индивидуальными. И там то, куда. Для чего это надо? Учитель, строитель и врач – это те профессии, на которых стоит общество. Какая роль учителя сейчас в нашей стране? Она не изведена на уровень подтасовщика результатов выборов. Вы думаете, поднять престиж профессии учителя – это вопрос интеллектуального выживания нашего общества. Ну и говоря о том, что пересмотреть, естественно, все те учебники, которые… Я реально, по образованию истории, я смотрю то, что, почему учатся мои дети. Простите, я хочу набить морду авторам этих учебников. Ну, я всем могу сказать, что я посчастливился. Я учился и закончил советскую школу в эпоху расцвета за стоя 70-е годы. Потом в 80-е учился в институте, где тоже были замечательные преподаватели. Я как-то застал в этот период и могу потом сравнить, соответственно, как учатся сейчас. Вот то, что Россия присоединилась к ГАТУ и потом, соответственно, там есть, естественно, ГАТУ, товары, то есть ГАТС, там, где об услугах. И, соответственно, у нас все осталось теперь услугами. Поэтому у нас и образование – это услуга, поэтому здравоохранение – это услуга, и у нас много чего стало услугой. Но получилось так. Вот те самые отрицательные пятна, которые были в Советском Союзе, это бюрократия. Вот она также перешла и в вот тот чиновничный аппарат, который и применял вот то, что они взяли из рубежа и внедрили под предлогом реформы образования, то, что мы имеем в настоящее время. Значит, вот то начетничество и бюрократия, вот она ударила по нашим детям. Значит, о чем я хочу сказать. Вполне себе разумно, когда какой-то инструмент появляется и опробирует еще и номерик лет за рубежом, существует как бы целесообразный инструмент попробовать и у себя. Но не надо вот тут бы все переносить. У нас все уничтожили, значит, отработанные десятилетиями, если не говорить, столетиями инструмента образования, с школой образования в России и потом в Советском Союзе, уничтожив это, внедрили новый инструмент и начали экспериментировать на детях. Вот это было дело совершенно недопустимо. С моей точки зрения, нужно было взять все лучшее из советского образования, где там, безусловно, было, мы знаем то, что говорят сейчас за рубежом, о том, что советское образование было замечательное, дают высококачественное и классное образование, и взять то лучшее с точки зрения универсальности и оценочной категории, которая существует в ЕГЭ, которая меняется за рубежом, и сделать симбиус, который дальше бы двинул наше образование вперед. Этого сделано не было. Я считаю, что вот то, то система образования, так как кардинально пересмотрена, в значительное новое участие нужно вернуться к предыдущей системе образования, пересмотреть вот то лучшее, которое есть в системе образования, которое действует на Западе, в том числе и в Китае, понимаете, в Китае тоже приняло эту систему образования, оценочную среду и соседу. Для того, чтобы наша система образования снова стала лучше в мире, это вполне себе возможно и реализуемо, но это должно быть сделано не тем составом, который существует сейчас, он просто физически не может, он не способен. Вот то, что сейчас те чиновники, которые проводят нашу реформу образования, и его поддерживают, они должны быть, условно говоря, убраны. Они это делать не могут. У нас достаточно конфликцированных актов, я уверен, на разных уровнях которые, могут с учетом опыта, который накоплен за эти, так сказать, годы, печального опыта, внести полноценную реформу системы образования, вот, в основном, в тех целях, которые мы с тобой. Этих чиновников надо посадить. Правильно. А вы чего расстреляете? Нет, почему-то ушла тетенька со стримом. Как вот о расстрелах, так вот... Нет, то есть они стрек на надыре убирают, это более полезная занятия. Да, я уже верю. Ну, я на самом деле... У меня два опасника. Значит, один студент, один школьник. Ну, мне говорить об образовании с одной стороны легче, да, чем другим, а с другой стороны труднее, потому что я в первой декаде нулевых несколько лет возглавляла нормативно-правовое дело в министерстве образования науки Российской Федерации. Через мой отдел проходили замечательные законы ЕГЭ, вот, все законы Балонской системы, так называемые, и так далее, за которые, значит, мы собираем, так сказать, дерьмо до сих пор на себя, и это все понятно. Вот. Но я вам должна сказать, значит, по поводу ЕГЭ. Значит, мы вносили этот законопроект, значит, где ЕГЭ подразумевалась как одна из возможных дополнительных форм аттестации знаний. То есть, грубо говоря, значит, мы писали, что каждый студент, каждый абитуриент должен иметь возможность выбирать формулы аттестации, предметы, да, и так далее. То есть, грубо говоря, если человек не может сдавать экзамен в традиционной форме, если ему дорого ехать, там, выступать с Камчатки, или он инвалид, ему проще, так сказать, заполнить электронные тесты, да, безусловно, он должен иметь такую возможность. Но это было дополнительный, так сказать, вот, что сделало правительство? Оно просто изъяло наш законопроект, когда оно уже получило одобрение в Думе, в первом чтении, и внесло свой. То есть, они законы подменили, вот, это был большой обман. Вот, и, естественно, в 2007 году я ушла из министерства, и больше не хочу, так сказать, ассоциироваться с этим. Но, чтобы вы просто знали, что идея-то была совершенно другая, просто исполнение, так сказать, подкачало. Но в целом, значит, мы должны принять другой закон об образовании, их много, закон об образовании. Любой из альтернативных, существующих сегодня закон об образовании, лучше сегодняшнего закон об образовании. Но я, как знаменитый спойлер партии КПРФ, который меня так называют, я считаю, что лучший закон об проект разработан во фракции КПРФ. Олегу Николаевичу Смолину, вот, и я, как профессиональный спойлер партии КПРФ, предлагаю ограничиваться вот этим закон об проектах. Вот, я против оптимизации, естественно. Вот, это московская модель, так называемая модель Калины, моего бывшего непосредственного начальника. Вот, и я против принципа дышевого финансирования, потому что, на самом деле, это принцип, который касается не только образования, но и всей социальной сферы. У нас объем бюджетного финансирования, у нас вся инфраструктура, она напрямую коррелируется с плотностью населения. И мы это видим, да, в Москве, значит, в Данистане у нас три смены, а в Сибири у нас школ нет вообще. В советское время у нас, даже если был один ребенок школьного возраста, на зеленом пункте была школа. Поэтому вот этот порочный принцип социальной политики, он должен быть убран и социальной политики вообще не только из образования. Ну и, конечно, содержание образования. Здесь, так сказать, у нас тоже, у вас уже целый пакет законопроектов есть, качество контроля неизмерительных материалов, которые ниже принтуса, да. Вот, но, да, если наша фракция, таки, значит, получит свое представительство в Думе, то будьте уверены, так сказать, первая, можно сказать, первая сфера, которая подвергнется радикальному реформерам, это, конечно, образование. Потому что образование – это залог, так сказать, всему образованию. Спасибо. Каждый политик, ведущий на такой уровень, как Государственная Дума, мне кажется, должен иметь приоритеты, важнейшие приоритеты, на которые мы будем голосовать по проекту в политическом, экономическом стране, различным делом, вот, не менее, словно, такой приоритет именно на уровне самая идея, которая сейчас в струкопе ломается – это дети, прежде всего дети, в нашем будущем. Все вопросы принимаемые, прежде всего, я считаю, нужно рассматривать, как это произносится на развитие наших детей, здоровье, безопасность, ну и образование – это очень важное дело. Вот, и, естественно, не только, как отец пятерых детей, трех внуков, надеющих, взрослых еще, как тренер в школе, и часто также регулярно работаю педагогами, образования в школе и своих студентов, направляю, сейчас, в общем, тема, небольшой интерес, среди детей, среди даже руководства образовательных заведений, вот, как автор трех школьных учебников по шахматам, рекомендованных, несчастным, посвящениям, вот, опять же, и, естественно, еще и по этому, такая очень важная тема, вот, и, конечно, в последнее время, вот, до ковидной, до ковидное время, но, например, мы с другими часто организовывались круглые столы по этой теме и по теме топ-образования, по образованию, спорта. Вот, что хотел бы сказать, во-первых, то, что сейчас происходит, сейчас в Москве, где полное разрушение, полное оптимизация, полное разрушение этой системы, которая раньше была районные детские дома творчества, где, вот, мы здесь занимались спортом и искусствами, и науками. Да, этого, конечно, оптимизировать, безусловно, надо руководителей ученического образования, департаменты, которые своим контролем контролируют, но на деле это препятствует позитивному развитию. Безусловно, зарплаты тех, кто работает с детьми, это и учителя, и тренеры, и педагоги, и образование, и испытатели, может быть, не меньше, чем зарплаты чиновников. Почему, как часто говорят, чиновников большие зарплаты? Потому что у них ответственность. Но, мне кажется, нет больше ответственности, чем именно питание и работа с детьми. Это вот должен быть наш главный приоритет. Возможно, надо приравнять в моментах учителей и такого вот дослужащего. Ну и детей мотивировать, опять же, дети непростые. В наше время, чтобы выжить в этом мире, нужно иметь 2-3, 4 профессии. То же, как образование, которое смешные деньги уделяется, оно служит в том числе вопросом развития детей. Развитие не только развития, а получение профессии даже. У меня вопрос Михаила Васильевича Менщикову. Михаил Васильевич, вот здесь уже был упомянут Олег Николаевич Смолин, но прежде чем задать вопрос, я приведу одну фразу, которую многие из вас хорошо знают. Как-то президент Кеннеди сказал, Россия выиграла космическую гонку у нас за школьной партой. Вот Олег Николаевич Смолин рассказывал мне, что сегодня педагоги вынуждены в месяц сдавать 17 килограммов макулатуры отчетности. Вот на ваш взгляд, педагог сегодня – это человек, который включает электронный экран, человек, который сдает отчетность, или это должен быть человек, который учит? Ваш вариант. Вопрос очень правильный. Он касается, скажем, мы говорим о образовании, то же самое, наверное, можно сказать и о здравоохранении, когда мы говорим об отчетности врачей, который на полипедии занимается. Конечно, основной функционал, основная задача и роль преподавателя – это учить детей. Вот эти РАНО, которые существовали, которые заваливали преподавателей вот эти писанины, я могу сказать, у меня мама была преподавателем, но она преподавала дошкольное образование. И я видел, сколько она вот этих самых отчетов писала. Это были еще 70-е годы. Вот тогда это уже были кипы совершенно. Я понимаю, что сейчас отчетов выросла в геометрической прогрессии. Безусловно, вот эти отчеты должны быть, ну да, сминимизированы до разумно необходимых. Причем эти отчеты могут генерироваться уже в автоматическом режиме, поскольку, так сказать, вот очень многие подобные вещи, они отражаются сразу в электронных дневниках. Зачем за это сажать преподавателей, я не знаю. То есть преподавателю нужно максимально освоить время для общения с детьми, для того, чтобы он полноценно готовится к занятиям, потому что надо принимать, что, окончив занятие в школе, преподаватель, есть еще дополнительные часы у него там есть в школе, потом приходит домой, пишет эти отчеты и потом готовится к следующим занятиям. Ну, при таком раскладе получается, скольки часовой рабочий день у преподавателя. Ну, просто запредельное количество часов, которые он посвящает непосредственно своему, своей работе. Вот нужно максимально убрать вот эти отчеты, максимально убрать, а ставить максимальное количество времени для подготовки преподавателя к новым занятиям, для того, чтобы он... Ну, я подсказываю свое личное мнение. Преподаватель сейчас не успевает отслеживать за даже, скажем, ну, в младших классах, против традиционной дисциплины, наверное, да, он идет по тем учебникам, которые будут подготовлены, но по естественно-научным каким-то дисциплинам, биологии, физики, механики и физики, ну, так сказать, как я его назвал, появляется какие-то новые интересные открытия. Не надо... У преподавателя не успевает даже донести до старшеклассников, если это говорить, но не обязательно старшеклассников, позиции, которые появились сейчас. Возможно, заинтересуют. И уже на уровне школы появятся вот дети, а сейчас мы понимаем, вот мы читаем, появляются дети, которые поступают в РУ в 11-13-13-летнем возрасте. То есть нужно для того, чтобы эти дети сами до этого дошли, но если это будут доводить преподаватели, вот этих детей у нас раскроется гораздо большее число, потому что у нас тут талантливый народ, если бы показалось, что это так, но для того, чтобы это раскрывалось, преподаватель должен быть время и возможность это донести до своих учащихся. Нужно минимизировать вот эту биографическую составляющую в работе преподавателей. Еще вопросы есть? Секунду. Я ответил на ваш вопрос? Да, Жанна. Фу. Додыхаем. Друзья, все. Я думаю, что дебаты, да, весь мир все завершает. Давайте поаплодируем героям. Я сейчас где-нибудь подошла и сказала, господи, какой битв час они сидят, и все равно были в ресурсе, да. Делать с удовольствием вам. Продолжайте. Кандидат достойный. Стойки, Алла, я не нашел датик. Делать с удовольствием, берите папку, для которой... ДИНАМИ, Б Dong Брит. Продолжение следует...